привет друзья ну вы представляете у меня много друзей вы понимаете и вот я советовался вот сейчас я говорю мы создаем генератор совместными усилиями со школы все но вот она хомо футуру свете человек будущего хомо футурус не только чтобы заглянуть в будущее но чтобы открыть в себе эти качества человека будущего и сейчас самое главное создать науку человечности я об этом повторяю потому что это важно потому что о человечности и то что надо быть человеком знает каждый по крайней мере он там читал в интернете или книжки понимает инстинктивно что любовь сопереживания творчество гуманизм альтруизм это все связано с человечности и поэтому у человека такое мнение что и наука человечности зачем она же везде написано и библии и в евангелии и в стихах великих поэтов и пушкина и в произведениях достоевского но это же нам кажется что это наука уже существует и вот я позвонил специально своему другу который очень большой эксперт но супер эксперт я даже должность его не хочу называть потому что он официально эксперт но я просто могу сказать друзья что это действительно человек но который ну как говорится и смотрит интернет не только так потому как его должность обязывает да но короче говоря я надеюсь вы понимаете что этот человек разбирается чем сегодня занята голова людей и он мне говорит слушай но ты чё говорит такой наивный что ли головы людей сегодня заняты совсем другим делом если ты телевизор не смотрю что по крайней мере говорит интернет смотри чем заняты головы людей и чем их занимают и чё да знаю я все это я знаю все это я знаю что человеку сегодня трудно понять что если не задуматься о том чтобы сделать окно будущее что если бы вот так мы и жили как всегда не разорвав эти шаблоны эти стереотипы но мы бы так и жили и так и живут миллионы людей ну по правде говоря хотя внутри каждого из них а может и на кухне они об этом говорят а может ему не охота об этом говорить но каждый человек то ведь на самом деле хочет быть человек а науки нет такой понимаете ну получается так что если хочешь быть человеком человек короче говоря расстаскан по частям расстаскан по частям он ходит церковь или мечеть о науке он понимает из учебников образование да но а здоровье он понимает о том как думает о больницах или сейчас занимается здоровым образом жизни вы знаете это все хорошо это все хорошо но расстаскан по частям и существует направление которое помогает человеку быть целостным но при этом еще и человечество нуждается в целостности и потому как нет этой целостности поэтому происходят вот эти всякие неприятности а чтобы человек был здоров и и не только тогда когда он ходит фитнес-центры которые все меньше и меньше так сказать становятся доступными не только потому что у него не хватает денег или времени еще по разным причинам не буду называть какие вы сами понимаете я вообще если вы обратили внимание стараясь не задевать этих тем которые как тряпка красная на быка на быка но потому что я хочу сохранить нашу школу чтобы ее не вырубили иначе если бы я начал вам рассказывать что я думаю по всему этому поводу что сегодня творится у нас москве или у меня в родном дагестане или в других городах и селах и в россии в целом ну вот этот пар выпускать зачем мы сейчас все привыкли вот обсуждать только вот эти проблемы как у нас плохо я хочу я же человек такой вот я чувствую изобретатель нового и поэтому я и как говорится стараюсь вас привлечь к этому чтобы несмотря на то что у нас происходит и журналистов к этому привлечь потому что они обычно констатируют то что есть и и постоянно идет какая-то вот у людей заполнение 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 всем чем угодно это и понятно эпоха перемен такая обычно бывает всем чем угодно инстинкт выживания до из тех нежелания думать это бывает бывает это мы не первый раз такое в истории происходит часто но нужен же кто-то который будет заводить людей на новую тему которая открывает образ будущего создает такой генератор ну ну что делать я вот ищу таких людей нормальных и поэтому я вам говорю подключайтесь хотя мой друг сказала вот я горы читаю что ты занимаешься просто тратишь свое время ну да если бы так думали те люди которые до меня было их много и сейчас они есть которые так бы думали не думая о нашем будущем не создавались бы никакие окна в будущее и толстого бы не было ведь хуже достоевского и гоголя и пушкина и лермонтова но никого бы не было если бы все только жили в той ситуации которой приходится быть стесненных обстоятельствах в конфликте с собой и со временем я почему об этом говорю во первых я психолог во вторых психотерапевт всю жизнь был третьих занимаясь разными направлениями деятельности скоро у нас вебинар будет как улучшить будущее свое наука человечности метод ключ это важно тоже но я сейчас не для того чтобы рекламировать вебинары свои потому что у нас есть бесплатный ликбез которые проходят регулярно да и дело в том что я просто хочу по человеческой многим тем которые думают что бесполезно это дело просто немножечко объяснить если ты занимаешься своим делом честно если ты любишь свое дело если ты искренен сам собой делай свое дело трудно ли не трудно ли но ты стоишь на правильной дороге ты стоишь на правильной дороге и и абсолютно убежден что это как раз таки и улучшает наше будущее и я таких людей ищу я таких людей ищу а их находить становится не легче а труднее потому что интернет с одной стороны как бы открывает нам эти возможности для коммуникации а с другой стороны есть вечные такие механизмы которые ну допустим я хочу встретиться с каким-то человек он мне очень нравится он очень он занимается тем же самым но я написал ему записку ему помощник не дает потому что он популярен и ему некогда читать эти записки это целая такая система сложная нашей жизни я почему об этом долго говорю сейчас я закончу я последний раз так долго об этом говорю я поставил хомо футурус человек будущего вы думаете зря грех я там читал купил союз мультфильм мультики делают зачем им этому сберу мультфильм вы как думаете разве случайно это ведь мультики это язык это язык да дети наши будут смотреть какую-то новую информацию ну вообще графика мультики привлекательно это язык и это язык и развлекательное и управление я вам еще раз хочу сказать если мы не встряхнемся если мы не создадим образ будущего мы так и будем как говорит мой друг разве людям до этого мы так и будем так жить и наши дети и внуки и правнуки мы такими и будем и так бывало всегда и так всегда и будет потому что есть часть людей которые думают не только о том как нас иногда учат здесь и сейчас и не думать о завтра в семье но это же тоже надо правильно понимать здесь и сейчас это когда ты снимаешь суету в голове опускаешься вглубь себя до самого дна души как говорится и там находишь покой и контакт с вечности и там тебе природа помогает открыть свои способности творца потому что человек по правде творец здесь и сейчас по-разному можно трактовать и поэтому для того чтобы было правильное понимание тех или иных слов тех или иных терминов тех или иных понятий поэтому я и затеял это я говорю давайте разработаем критерии научные критерии науки человечности я привлекаю вас к этому посмотрите пожалуйста в интернете что такое наука чем она отличается от не науки что наука пишет о критериях что такое критерии научные задумайтесь над этим и вот сам процесс сам процесс когда мы начинаем думать о том создавать нужную науку о человечности или у людей голова не этим занята или это все бесполезно сам процесс если вы начинаете в этом участвовать я как психолог вам говорю пишите коменты ставьте лайки вы этим самым продвигаете нашу школу человек будущего это так важно взять посмотрел тебе интересно поставил лайк или взял посмотрел тебе неинтересно напиши неинтересно посмотрел и увидел какую-то фразу с которой ты не согласен но напиши почему и вот таким способом я вас как психолог учу и потом я позвоню своему другу и скажу ты видишь на нашем канале сколько подписчиков встал потому что я просто рассказал что образ будущего для того чтобы туда прийти реализовать чтобы сохранить человека человечность и чтобы улучшить наше будущее а надо оказывается кнопочку нажать вот пожалуйста цель и вот пожалуйста действие если ты это действие сделаешь ты уже приближаешь наше будущее да я хочу ему потом позвонить и спросить ты мне сказал что люди заняты только своими проблемами а ты как считаешь а я его уже спрашивал ты как считаешь а я правильно вообще говорю да 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 ты все правильно говоришь иначе бы я с тобой не дружил и не уважал ты говоришь очень правильные вести но люди люди запутаны загруженные совсем другими делами так вот я ему скажу если я говорю правильные вещи ты же мой друг хоть и большой начальник очень а ты лайк сам поставил и посмотрим что ответит но я его как говорится потом убедю что надо лайк поставить субтитры сделал DimaTorzok